здравствуйте всем доброго времени суток сегодня приглашаю вас поговорить о таком прекрасном кустарники как орешник или лещина с древних времен наши предки относили его к чистейшим и светлым священным растением как наши предки выяснили молния не бьет в орешник и когда наступала гроза люди старались спрятаться в орешнике и полагали что молния не ударит орешник и они будут в безопасности также полагали что само растение но как бы обладает потусторонним потусторонними свойствами и даже у болгар называлась это потусторонним деревом не деревом а кустарником так как считалось что змеи и всевозможные насекомые на зиму уходили в корни орешника засыпали там до следующей весны многие наоборот считали что именно орешник отгоняет нечистый дух и злобные духи from жилища поэтому они вешали веточки или сохраняли прутики и сохраняли в жилище чтобы отгонять нечистый дух даже как это при особых проведения ритуалов именно с помощью прутиков орешника создавали круг чтобы отгонять нечистую силу есть такое поверье что в корнях орешника живет сама змеиный царь и перед тем как уходить в спячку змеиный царь созывает всех змей чтобы они приходили и уже все вместе отправляются в спячку и у болгар такое поверье было что если ты поймаешь этого змеиного короля у которого на голове драгоценный камушек и съешь его после того приготовишь то ты будешь обладать знаниями мира такое интересное поверье также орешник считается символом плодородия и изобилия в древней греции в древнем время многие богини вот именно они приходили с веточкой орешника именно этот кустарник как бы приносило плодородие и во многих вот ранних ритуалах обычаях весной люди буду разбрасывали орехи на полях задобрить богов чтобы они подарили плодородие в этом году также приведет принято во многих странах когда молодожены пробегают их посыпают орехами лишь лещины да вот этого орешника многие считали что лещина помогает изгнать мышей из амбара поэтому тоже клали веточки или стучали прутьями по стенам и изгоняли мышей тем временем у ирландцев у кельтов было такое поверье и вот отмечают ирландцы день святого патрика именно одеваются в зеленый цвет обязательно если ты не одет зеленый цвет тебя могут ущипнуть и я все тоже думаю почему же святой патрик что же он такого сделала оказывается сейчас я когда начала изучать лещину то у святого патрика было особенный пруд из вещей из орешника и он этим потом изгнал всех змей с ирландии поэтому до сих пор земли ирландской нет змей так это или нет может быть ученые знают больше вот такой вот поверье именно что как мы знаем что есть светлые даже светлые гады как вот за змеи там рептилоиды но они светлые и чистые приносящие пользу а есть вот именно сущности паразитического мира темного такого грязного мира которые злобные которые приносят разрушения аус которые питаются другими живыми людьми или животными и вот именно орешник он борется с темными силами помогает в борьбе с темными силами существует такая сказка что есть белочка белочка которая символизирует наверное молнию так как считается что молнии не ударяет в орешник и белочка как вот у нас сказки пушкин а там белочка песенки поет да орешки все крызет орешки не простые все скорлупки золотые только в этой сказке скорлупка золотая а внутри вместо изумрудов там жемчуг жемчужины были и вот эти вот и вот этот орешки они символизировали как знание то есть если я в гибрейском раскладе там древо жизни древо знаний было яблони и вот змеи искуситель дрова на нам предложил яблоко то в славянских поверьях именно орешник и орех знаменует собой я знание варенье есть еще одно такое предание в кельтской мифологии согласно которому у источника вытекающего из потустороннего мира и давшего начало реке бойна а с одной из главных рек ирландия росло дерево орешника заключавшие в себе божественную мудрость считалось что орехи упавшие в источник а затем попавшие в бой наделяют отведавших их полнотой знаний опять все знания также считалось что если на брачных посыпать орехами то брак будет плодородным плодовидом по силу будет много детей них а в мифах южных славян сербов болгар македонцев прослеживайте связь орешника уходящего корнями самое сердце земли с царством мертвых и именно вот считается самым сильным оберегом от нечисти и от темных сил поэтому гадали вот на орешке там например дать как девушки все время любили гадать так вот в древней англии может быть до сих пор это существует раскалывают орешек если орешек полный то значит его в любви будет согласие счастья а если пустой то значит будет несчастье даже обряды проводили кидали орешки в вагоне смотрели если орешки вспыхнут вместе то будет счастливая счастливый брак счастливые взаимоотношения если порозине то значит что-то не сложилось так что вот доверяли орешкам в скандинавию прогоняли когда погоняли коров использовали именно вот прутики из орешника считалось что прода орешника поможет корову в молоко чтобы будет больше молока так что вот такой интересный уникальный кустарник орешника и вот сейчас самое время собирать листья листья этого кустарника очень богатый вот всевозможными микроэлементами витаминами и особенно особенно он помогает сердечно-сосудистых заболеваний особенно у кого есть тромбы у кого варикозные вены то есть помогает эластичности и упругости вен и сосудов очень приятные мягкие листья вот прям настолько он нежно орешника и в целебных свойствах сейчас ранней весной можно собирать как листья так и кору деревьев существуют всевозможные сайты можно посмотреть на дозировки как именно принимать поскольку капель принимать экстрактов и как и заваривать лучше листья сухую сухой продукта для максимального эффекта я к своему видео приложу парочку сайтов где нашла наиболее подробные такие описания как можно использовать и какую именно дозировку при каких заболеваниях когда используете орешник и так друзья лещину она как бы орешник не только кормит людей полезными орехами по осени но и также именно вот листья и кора тоже обладают лечебными свойствами листья способны противостоять микробам и вирусам также препятствовать проникновению инфекций человеческий организм или заражение уже которое случилось и и как бы предотвращает дальнейшего распространения этого заражения листья вещей заваривать чтобы промыть рану дальше помогает при геморрое и можно полоскать больное горло оба она также облегчает состояние вен на ногах и как бы улучшает помогает при варикозе вен и мешает образованию тромбов всем как бы наверное крови разжижающие таким эффектом обладает поэтому помогает при варикозе снимает воспаление и усталость мышцы отвар листьев лещины бодрит препятствует развитию авитаминоза рахита и анемии значит достаточно железа в этом растении содержится поэтому также содержится белки и масла уже даже в листьях этого растения содержится магнит калий и другие полезные минералы и витамины то есть очень богатым антиоксидантами и флавоноидами вообще очень интересное растение такое помогает сердечно-сосудистому со сердечно-сосудистой системе снижает артериальное давление повышает упругость стенок сосудов обладает сосудорасширяющим действием чистит кровь печень и почки способствует выведение с гор из организма токсинов шлаков вредных продуктов распада обладает гипера также она помогает при гепатите то есть люди кто уже заразился то есть он помогает в излечении гепатита точно также как и разбирали лопух корень лопуха то есть можно совмещать для людей кто подцепил такую нехорошую болезнь как гепатит также нормализует деятельность пищеварительной системы мешает развитию вредных для жкд микроорганизмов снимает воспаление оболочек кишечника приводит в норму предстательную железу и повышает потенцию мужчин очень великолепно также говорят что помогает молодым мамам при кормлении то есть увеличивает лактацию вообще-то ну очень такое мягкое приятное и для всего организма опять же если вы как бы сомневаетесь если вы на медикаментами обязательно проконсультируйтесь со своим врачом а так даже для профилактики можно попить и сок из свежих листьев можно отжать сок из соковыжималки или через мясорубку или просто мелко накрошить и нарезать листья и попробовать отжать сок можно сушить делать чай добавлять ваши ваши рацион по чуть-чуть или можно делать уже более такие существенные отвары как бы вскипятить как следует дать настояться чтобы отвар получился насыщенными и уже принимать или внутренне или внешне если есть какие-то воспалительные процессы на коже честно признаться я даже не подозревала насколько это полезное растение у нас в округе растет орешник у нас идет постоянная борьба с белками потому что они постоянно поедают орешки до того как можно их собрать но оказывается можно и применять листья и вот тоже немножко уже сняла кору с веток так как растет очень быстро когда немножко подстригаете кусты и вот это и лещины то не выбрасывайте даже веточки маленькие тоненькие просто нарежьте их и высушите и добавляйте в чай зимой осенью и просто для оздоровления вашего организма а я благодарю вас всех за внимание желаю всем здоровья счастья и благополучия до новых встреч друзья